И сейчас речь идет даже не о вашем финансовом плане, а о простейших знаниях, именуемых финансовой грамотностью. Из 50 фондов выбрать необыкновенно сложно. И люди откладывают это решение на потом, но сколько бы денег у вас не появилось, вам все равно будет не хватать. Здравствуйте, меня зовут Юлия Лукашенко, я психолог, писатель, журналист. И совсем скоро стартует мой курс, онлайн-курс управления деньгами «Психология успеха». Но если вы думаете, что в его рамках я начну называть вам компанией и акции, достойные и недостойные вашего вложения, то это не так. Мы будем говорить о психологии. И не потому, что я не хочу говорить с вами об акциях и облигациях, а просто потому, что золотого ключика не существует. Для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план на некоторый хоть сколько-нибудь приличный строк, говорил небезызвестный посетитель патриарших прудов. И сейчас речь идет даже не о вашем финансовом плане, а о простейших знаниях, именуемых финансовой грамотностью. Финансовая грамотность предполагает определенную цель – умение управлять семейными личными активами, умение их сохранять и приумножать. О каких активах сейчас идет речь, если мы живем от зарплаты до зарплаты, можете мне сказать вы. Ответ таков. Вам лишь кажется, что финансовая грамотность – это отдельная отрасль знаний, осваивать которую приходит пора, когда эти самые финансы наконец-то оказываются в ваших руках. Финансовая грамотность – часть общечеловеческой способности к адаптации. Она не зависит ни от уровня дохода, ни от уровня вашей компетенции в вопросах принятия решений, в вопросах выбора. Да, так называемая свобода выбора сегодня резко усложнила задачу человеческой адаптации к окружающим его условиям. В качестве примера можно привести и историю о выборах пенсионных фондов. Оказывается, если предложить выбрать из 50 фондов, то участвовать в программе пенсионных вкладов будут на 10% меньше людей, чем если предложить выбрать из 5. Из 50 фондов выбрать необыкновенно сложно. И люди откладывают это решение на потом, а потом так и не наступает. Но если заглянуть за все это, мы упираемся лишь в возможность и способность принимать решения и отвечать за свои решения. Кто-то при покупке финансовых услуг выбрал, скажем, не прочитать документ. Выбрал не чувствовать стыд за то, что он чего-то не понимает в нем. Вы не спросили, и вы подписали. И теперь это ваша ответственность. Возможно, условия кредитного договора были не настолько простыми и не настолько для вас удобными, но вы его подписали. Можно бесконечно обучаться планировать бюджет, но вы все равно не сможете жить по средствам, если не научитесь контролировать свой вещевой аппетит. Поэтому сколько бы денег у вас не появилось, вам все равно будет не хватать. А вещевой аппетит – это исключительно психологическая проблема. При сегодняшнем уровне предложения любые, даже самые высокие доходы могут быть потрачены на текущие нужды. И изменить это можно, лишь изменив философию. Как говорил Джим Рон, философия богатого отличается от философии бедного следующим. Богатые инвестируют свои деньги и расходуют то, что осталось. Бедные же расходуют свои деньги и инвестируют то, что осталось. На моем курсе есть возможность понять, какова ваша философия, ваше мышление. И если это мышление бедняка, изменить ситуацию внутри вас. Сделать хотя бы первые шаги и почувствовать, каково это. Мыслить, как богатый человек. Ощутить на своих плечах и этот адреналин, и эту ответственность. И этот драйв возможности, и невероятную свободу. И у богатых свои проблемы. И если вы действительно хотите узнать, каково это, то бы пожаловать на курс. Хотите познакомиться со своими установками о деньгах и поменять их на реалистичные? Не знаете, что мешает жить в достатке и мечтаете открыть для себя законы денег и времени? Желаете научиться использовать эти законы себе во благо? Стремитесь дать вашим детям знания о правильном обращении с деньгами? Хотите овладеть практическими приемами экономии и правильному шопингу? Тогда этот видеокурс именно для вас. Бюро МКварта запускает новый проект, который ответит на все ваши вопросы. Психолог, бизнес-коуч, автор книги «Люди, которые играют в деньги» и «Деньги, в которые играют люди». Юлия Лукашенко прояснит вам нюансы прикладной экономики. Проект стартует 10 декабря. Регистрируйтесь на курс «Управление деньгами» по ссылке под этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...